Первая паралипоминон, шестнадцатая баванка. И принесли ковчег Божий и поставили его среди скиний, который устроил для него добиться. И вознесли, что было все сажание и мирные жертвы. Когда Давид окончил приношение и мирные жертвы, благословил народ именем Господа и раздал всеми израильтянам и мужчинам и жертв по одному куску хлеба и по куску мяса и по кружке вина. И поставил на службу перед ковчегом Господня некоторых из львов, чтобы они славословили, благодарили и превозносили Господа Бога Израиля. Асафа главным, ну и там перечисляются остальные, Ваню и Азила свящие, чтобы постоянно трубили пред ковчегом завета Божия. В этот день Давид в первый раз дал псалом для словословия Господу через Асафа и братьев его. То есть смотрите, ну что произошло, появился ковчег. У всех было понимание, что ковчег является неотъемлемым атрибутом скинии Моисея. Ковчег был, как неотъемлемая часть скинии Моисея, который Моисей создал. Вот, и когда Давид принес ковчег, то есть он его не поставил, он в святое святых. Он его просто поставил в скинии, то есть есть скиния Давидова, она отличалась по устройству от скинии Моисеева. Почему она отличалась? В чем разница была этой скинии, почему, скажем так, устройство скинии Давида, это есть своего рода прообраз взаимоотношений человека с Богом, личных отношений. Не общественных, как народа Израиля, а это своего рода являлось фактом личных отношений человека с Богом. Где Бог уже не требовал приношения жертвам, баранам, козлам. А там приносилась одна единственная жертва, жертва хвалы. И вторая жертва, которую, скажем, понимал Давид, это была жертва праведности. Это еще в Ветхом Завете было. И это очень сильно, это внесло такой десонанс в то устройство религиозной жизни и незрактян очень сильный Давид внес. То есть он фактически разрушила скинию Моисеева. То есть скиния Моисеева, она была нивелирована вот этой скинией Давида. Потом интересный факт происходит. Давид заготавливает материалы для храма. И разрабатывает устав, богослужение. Если вы вспомните, какая была одна из причин того, что царство Соломона будет разделено в будущее... Можно я просто предложу? Если ты сядешь в сельс, мы не закончим, час с ночью. Нет, нет, не нужно. Пусть шепарайфин. Танеш, мы пушим парайфин. Пушим, супер. Ну ясно. Нет, он полюбовый, нормально. Им тоже они должны знать, что нужно в жизни. Просто... Танечка, сомнений, я очень... Все же выросло. Скиния Моисеева. А почему разделено было царство Соломона? Да, вот царство Соломона было разделено не потому, что у него проблемы там были с этими, что он там набрал женщин, а потому что он отступил от уставов отца своего Давида. То есть, если мы посмотрим, что включало в себя эти уставы, это включал процесс босслужения именно возле Ковчега. Переводить, переводить, переводить. Мы записываем, переводить. По очереди, по очереди. И вот это босслужение, оно включало в себя именно череды 24 часа хвала и поклонения Богу при храмовой службе. При скинии Давида, а потом это должно было перейти точно такое босслужение в храм. Но когда Давид умер и Соломон отстроил храм, он вернул принцип скинии Моисея, святое святых, первосвященник, все там отделил и так далее. И если внимательно там почитать, вот царство и первое паралипоминон, там можно увидеть то, что Соломон отступил от уставов Давида. То есть, вот это как бы была причина того, что как бы царство начало разделяться. Это то, что касается ветхого завета. Потому что это уже тогда, это было началом и прообразом того, какие должны быть взаимоотношения у человека с Богом. То есть, они не должны быть через завесу. Но из-за того, что еще не было прихода Иисуса Христа, это как бы было допущено Богом вернуть вот это все назад. То есть, как бы Бог прообраз показал вот через скинию Давиду отношения и через жизнь Давида. Почему Павел говорит, что блажен муж, которому Бог не вменит греха, независимо от его дел. Ну, это просто на то время для, ну, израильтян, ну, которые жили под законом четким, это безумно было. Сама идея вот этого. И вменяет греха, независимо от преступления. До Христа. До Христа, да. То есть, это мы, она не вмещалась. Да, но потом приходит, когда Иисус Христос, Он как бы открывает это. Потому что это уже тогда был, скажем, прообраз принципа действия Божьей благодати. А принцип Божьей благодати, он не включает в себя жертвоприношения. То есть, никаких жертв уже нет. Но он подразумевает принцип благодати, хвалу и благодарение Бога. Давид это уразумел. Он это установил. Он отделил людей. Они менялись, приходили, снова словили. И как бы там интересный процесс происходил, да? Он перешел в самый... То есть, этот процесс он привел вообще в самое большое процветание Израиля за всю историю. Во времена Соломона. То есть, это своего рода на практике Бог показал, что будет происходить с народом, который будет чтить Бога в словословии и воздавать ему хвалу. Как написано, жертвы ты не захотел, но ты принял хвалу уст Моей. И это тоже отличалось от той системы, которая, ну, заветят Бога. Дальше. Как это согласуется теперь, ну, с новозаветным провозглашением? Нужно ли в Новом Завете? Нужно ли в Новом Завете? Нужно ли в Новом Завете? И вот интересный факт в книге Откровения есть. Есть, описывается, семь церквей. Да, там Ефесская, потом идет Смирская, Феатирская. Ну, и тогда там перечислять церковь, церковь. Интересно, есть церковь, которая называется Филадельфийская. Вот этим всем шести церквям есть претергию, ну, как бы, что-то не так там у них происходило. Там проблемные были, там Николаиты, потом там Изавель, ну, такая, как бы, система. Каждая, как бы, имела свое, какой-то изъян. Да, вот Филадельфийская церковь, она очень интересно здесь описана, интересно почитать. Ангелу Филадельфийской церкви напишет, так говорит святой истинник, имеющий ключ Давида, который отворяет, и никто не затворит. Затворяет, и никто не отворит. Знаю твои дела, вот я отворил пред тобою дверь, и никто не может затворить ее. Ты немного имеешь силы, ты сохранил слово мое и не отрекся от имени моего. То есть, что, чем вот эта церковь отличалась от, ну, тем остальным? Первое, да, то есть, эта церковь, да, что она имела, ну, вот, ключ Давида, почему, откуда взялся этот ключ, да, что-то за ключом? Как бы, почему, ну, имеет, ну, здесь упоминается этот ключ. Некоторые, ну, как бы, я читал много разных толкований, как бы, некоторые говорят, что вот этот ключ, это Иисус Христос. Но, если, ну, исходить из, скажем, ну, трактования, да, ну, классического, да, то, что Иисус Христос никогда не был ключом. То есть, нету, ну, в других местах нигде не говорится, что Иисус Христос является ключом. Иисус Христос назван Спасителем. Да, Он назван Мессией. Да, Он Мессией. Ну, в разных, ну, других аспектах, которые, как бы, ну, представлены. Там, Слово живое, живая вода, там, ну, там, пища, хлеб жизни, там, вот. Вот, а здесь как раз говорится о том, что вот этот ключ Давидов, да, тут пересекается это с книгой Иаиля. Сейчас я скажу, в каком месте это... Книга Исаии 22-22. И тут написано, и ключ дома Давидов возложу на рамена его, «Отворит он, и никто не запрет. Запрет он, и никто не отворит. И укреплю его, как гвоздь в твердом месте. И будет он, как седалище славы для дома Отца своего. И будет висеть на нем вся слава дома Отца его, детей и внуков всей домашней утвари до последних музыкальных орудий. В тот день, говорит Господь Савоп, пошатнется гвоздь укрепленный в твердом месте, и упадет, и распадется вся тяжесть, которую на него ибо Господь говорит». Да, и вот очень интересно, что мы знаем, да, то, что Бог говорит к людям посредством своего слова. Правда? То есть люди говорят с Богом посредством чего? Разговор, молитвы. Да. Но Бог отвечает посредством слова. Так вот, есть один псалом, мне говорится, «Я сказал однажды, и дважды слышал я это». Сказал один раз, да, но дважды услышал, что сила к Богу. Так вот, очень интересно, да, что когда мы говорим, мы на самом деле, мы дважды слышим. Знаете? Потому что когда мы говорим, мы выражаем свои мысли. И мы, когда говорим, мы слышим свой голос. Мы слышим, типа, всередине и в ухо. Да, мы дважды слышим. То есть вот этот принцип провозглашения, он как раз работает в плане того, что когда я провозглашаю, я получаю ответы от Бога на самом деле. Если посмотреть структуру псалмов, ну, всю структуру псалмов, там выражена вся глубина жизни человеческой души. Не только Давида, а каждого. Потому что каждый из нас может внутренне переживать вот то, что там, ну, то, что происходило с душой, ну, конкретно там Давида, который там большую часть псалмов написал, ну, и других людей. То есть через псалмы выражена личностная, да, вот эта природа человека. Она выражена, да, в том, скажем так, нужде и необходимости в ком-то извне. То есть в Боге. То есть Бог необходим для души человека. Но вот этот принцип провозглашения, это есть своего рода как тренировка, тренировка укрепления, да, нашего человеческого уже не души, а новорожденного духа. Мы тренируем свой дух на маркинаброзе. Откуда мы это берем? Апостол Павел говорит, телесные упражнения полезны. Он не туда. Но укрепляй себя в чем? В благочестии. Да, что такое, ну, вот это слово благочестие. В греческом языке оно обозначает почитание Бога. То есть когда мы произносим, ну, потому что псалмы опять же делятся там на хвалебные, на... которые там с музыкальными орудиями были, там разная структура там этих псалмов было. Да, все так. Вот. Переводить. И... И вот это тот... Это тот процесс, который является своего рода личностным, и... ну, не только личностным, апостол Павел уже в Новом Завете он говорит в послании трех церквям об одном и том же принципе. Личностным, друг с другом, и... как бы совместным, да, где уже церковь, где собрание делает, ну, как бы этот процесс проходит. То есть это принцип исполнения исполнения Духом. Где она говорит не упивайтесь в вино, которого бывает распутан, но исполняйтесь Духом. И опять же, да, как? То есть практически. Там в русском языке написано назидая себя псалмами словословиям песнопениями руками. А в греческом языке употреблено слово лалео, проговаривая псалмы, словословия, духовные песнопения. То есть вот этот принцип работает. Это он говорит послание к Ефесянам. Послание к... 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 Колоссянам 3.16 он говорит Научайте друг друга. То есть это еще процесс научения. Дух то есть где наш Дух упражняется, Он научается нас. Опять же, как? Научайте друг друга. Проговаривая написано Слово Христово обильно вселяется в вас. Научайте друг друга псалмами, словословиями, веснопениями духов. Это тоже принцип, который направлен на укрепление нашего возрожденного и в первом послании к Коринфянам там 16 глава по-моему там говорится о том, что итак, братья, когда вы сводитесь, у каждого из вас есть псалом. И там именно в греческом языке не сказано, потому что многие говорят это песня. Там употреблено греческое слово «Псалмос». То есть имелось в виду, что именно те псалмы, которые апостол Павел принес, как это была первая книга, которую приняли христиане. Вообще, то есть Евангелие еще самих. Это какие псалмы? Это книга Псалмы, Псалтыр. Давида. Ну да, Псалмы Давида. То есть это была самая распространенная книга на то время в богослужении израильского народа. И ничего, кроме этой книги по сути дела и Торы, они не могли с собой... То есть это было вообще у них это отдельный свиток был псалмы. Вот в синагогах псалмы это отдельным свитком всегда стояло, потому что они являлись скажем вот так своего рода инструментом хвалы и благодарением поклонения Богу. То есть мы проголошиваем только псалмы Давида, чьи мы можем проголошить так само свои молитвы и свои поляки. не, а теперь еще один момент, еще очень важный момент, да, когда в книге Иисуса Новина вот мы читаем о том, что Моисей заповедал Иисусу Новину, то есть Моисей дал пяти книжек, да, то есть так, в шаббат весь народ израильский читал, не просто он читал, да, то есть он вторил, он вторил, он повторял, вот хорошее есть украина, ну, книга во второзаконе, это повторение закона, да, о чем речь идет во второзаконе, что идет о том, какая была жизнь и устройство израильского народа после исхода, там как бы описано, ну, повторение, и в шаббат они находясь в пустыне, они провозглашали провозглашали пятикнижие Моисеева, Иисус Новин, который принял уже благословение от Моисея на то, чтобы вести народ в Божий, получил наставление, вот как оно звучит, это первое Иисуса Новина, глава шестой стих, «Будь тверд и мужественен, ибо ты народу сему передашь во владение землю, которую я клялся от самих дать им, только будь тверд и очень мужественен, и тщательно храни, исполняй весь закон, который завещал тебе Моисей, раб мой». Вернее, это наставление Божие для Иисуса Новина. «Раб мой, Моисей, не уклоняйся от него ни направо, ни налево, дабы поступать благоразумно во всех предприятиях твоих». И восьмой стих, «Да не отходит сия книга закона от уст твоих». То есть там не сказано от глаз твоих, от ушей твоих, там сказано от уст твоих. То есть всегда вы должны повторять. Потом он говорит напиши это нам и передает это детям. И дети, которые там приходили, они же с родителями ходили, они тоже вместе с ними повторяли. Вот таким образом по сути дела сохранилось вот это различие народа Божия от всех остальных народов и поклонения другим богам. Оно выражалось, никто не понимал с кем они разговаривали. У всех было понятно, они приходили вырезанные какой-то астарты, ну какие-то боги были. Всем было понятно, кому поклонялись. А эти поклонялись самому суду, то есть они провозглашали слово, никто не понял, что они делают. Что они, ну, где тут Бог, его не видно. Но все понимали, что за израильским народом стоит какая-то сфер естественная сила, которую знают только они. эту силу, и у этой силы есть взаимоотношения с этим народом. И это давало им возможность очень сильно отличаться от всех остальных. И по сути дела, скажем так, духовно, они были вот этим народом, да, который открыл духовную жизнь. Не просто там религиозная, да, какая-то жизнь, но которая через них была открыта жизнь по духу. То, что есть еще дух. Да, вот мы говорим, есть дух, душа и тел. и все остальные народы, как бы, они водились, да, своими какими-то мыслями, ну, создавали себе что-то. А этому народу была открыта духовная жизнь. И отношения с Богом, то есть они могли строиться посредством только Его слова, то, что Он сказал. Вопрос возникновения. Вот мы когда говорим про евреев, у нас у нас складывается картина, что они знали Бога, и потом мы слышим, что парисеи, гроби побеленные, Богы не знали, но делали вид, что знают Бога. С какого момента они до какого момента не знали Бога, и с какого момента они стали парисеями, которые делали видимость, что они знают, на самом деле не знают? Да вот здесь интересно, если книга, вспомните книгу Неемии, книгу Ездры, да, вот это как раз вавилонское пленение, потом они вернулись, да, и что начал Ездра, ну, Ездра на самом деле неемия вернули практику, отношения с Богом, то есть он выходил, и начали читать закон, и весь народ слушал, и вторый закон. То есть вот интересен тот факт, что во времена Иисуса, да, если мы видим, ну, парисейское устройство, да, там этого не было, там этого не было, то есть они отличались тем, что они сказали, мы знаем, мы понимаем, что такое духовная жизнь, а вы слушаете нас, вместо того, чтобы научить их слушать Бога, и говорить по сторонам. То есть, и вот это, как бы, была, ну, самая, ну, серьезная проблема. Где в Новом Завете возвращается эта практика, и где, ну, как раз происходит уже возврат, да, ну, еврейского народа, то есть, тех, которые приняли Христа, к вот этим живым, живым отношениям в собрании. это книга Деяния, 4 глава. Деяние 4, да, где 23 стих. «Вы в отпущенные пришли к своими, пересказали, ну, это тут Петр Иоанн, пересказали, что говорили первосвященники, они же выслушали, единодушно возвысили голос Бога и сказали, то есть, интересно, что вот тут практика, да, их единодушного провозглашения, и сказали, «Владыка Божий, сотворише небо зее, море и все, что ты устами отца нашего Давида Рабатывай, сказал духом святым, что метутся язычники, народы замышляют червы, остались резины». То есть, по сути дела, они здесь повторяют псалом, сейчас скажу, какой это, псалом, псалом 140, 145, где устами Давида сказал, что метутся язычники, освободимся, по сути дела,